26 июня, по данным Гидрометеоцентра, в Ульяновске выпало около 7% от месячной норм осадков. Однако жителям 18 и 19 микрорайонов, ближним Засвяжье, а также тем, кто живет в частном секторе, расположенном в районе улицы Карла Маркса, легче от этого не было. Там на углу, который как бы там, там поворот, вот через них вообще все текло, у нее все огурцы убыли. До нас не дошло почему, потому что мы всей семьей в ливень чистили там все, чистили вот эти ливневки, все расчищали, потому что, естественно, камень, вот, трава, это все туда засоряется и течет вот это вот все, вот вы видите, вот это вот все, это от ливня. То есть вот здесь вот камень вот этот принесло, это сверху улицы принесло. По официальной информации, специалисты предприятия «Доримстрой» и поисково-спасательный служб Ульяновска в оперативном порядке прочищали ливневую канализацию и откачивали дождевую воду. Как отметил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта областного центра Игорь Бычков, цитата, «В целом ливневая система Ульяновска работает удовлетворительно, хотя уже третий раз за месяц она испытывает действительно серьезные нагрузки. Когда за пару часов на город обрушивается месячная норма осадков, понятно, что проблемы будут. Но все мы видим, что вода сошла с улиц в течение часа после окончания дождя». Конец цитаты. А вот метеорологи, во-первых, говорят, месячная норма для июня в Ульяновске – 70 миллиметров. Во-вторых, добавляют специалисты, дожди для Среднего Поволжья и именно такой силы в это время года явление далеко не удивительное. Тут скорее сыграла роль не неожиданность, а системный просчет. «В общем-то ведь вода нужна. Не надо это исключать, не надо пугаться. Просто, конечно, здесь должны быть, ну как, арыки чистить надо. Вот арыки чистить надо. И тогда вот не будет топить никого». Этот совет от метеослужбы коммунальщики получили еще после первого потопа. Казалось бы, повторение аналогичной ситуации невозможно. Однако 20-го числа стихия ударила вновь. И все по тем же самым ливневкам. Второй июньский потоп разгулялся по центральным улицам, не оставляя шансов владельцам магазинов, кафе, ресторанов и других заведений. Все, что находилось на одном уровне с потоком, или во многих случаях даже ниже него, получило свою порцию беды. Персонал стадиона «Труд», переименованного креативными горожанами в «Пруд», к вечеру того же дня с основной проблемой справился. «Прикольно, что?» «Вот так и живем в Ленске. Работаем и плаваем. Плаваем и работаем. А эти кадры сняты как раз в момент самого пика локального наводнения на скорой площадке. Видно, как вода стремится на поле сразу двумя путями – по лестнице и через технический тоннель под улицей Карла Маркса. «Тут прям очень страшно было вчера. Отсюда прям лило. Как я видела по телевизору, там где-то потопы у нас так же был. И по тем вот дорожкам. Вообще вот все. Мы думали, нас все затопит уже. Прямо все ступеньки были полные. Машины здесь стояли, полная вода, прям до крыши». Третья проверка стихии и снова неудовлетворительно. Очевидно, что ответственным за коммунальное благополучие областного центра пора капитально реконструировать старую систему водоотведения с городских улиц. Или, что было бы весьма разумно, разрабатывать, принимать и реализовывать абсолютно иную концепцию безопасности Ульяновска во время дождя. Иначе город рискует попросту уплыть со всех своих семи холмов, не дожидаясь трехсот семидесятилетия. Евгений Луковкин, Алексей Матюнин, Александр Кудряшов, Олег Тоньшин, Константин Никитин. Репортер 73.